Знаете, все, что бы мы с вами не достигли в этом мире, здесь и останется, а мы с вами пойдем дальше. Поэтому важно не что мы приобретаем, а как мы это делаем и как мы при этом как личность развиваемся. Вот для этого жизнь нам бросит разные вызовы, например, в сфере успеха, а добейся вот этого. Только добиваться надо при помощи развития личности, а не при помощи каких-то манипуляций. Потому что если вы манипулируете, вы лишаете себя возможности развиваться. Кто из вас читал книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей»? Кстати, я очень рекомендую почитать ее. Если вы заинтересованы в успехе, вам же нужны технологии какие-то, принципы, методы. Вот эта книга, она об этом. Мировой бестселлер, там, я не знаю, сколько десятков языков она была переведена. У этой книги есть очень интересный подзаголовок. «Семь навыков высокоэффективных людей» – это основное название. И потом подзаголовок «Возврат к этике характера». Стивен Кови – всемирно известный автор. Один из последних его проектов, кстати говоря, его и его команда – это был Сбербанк России. Кстати, после этого что-то получше стало. Это всемирно известный консультант. Просто крупнейшие корпорации мира приглашали его. Это не просто какая-то книжка, которую он написал, там, как-то она стала популярной. Нет, это «Проверенные технологии успеха». И подзаголовок этой книги, еще раз, «Возврат к этике характера». Очень интересно, что в этой книге он пишет, что он сделал исследование. Ему было интересно, как вот эту тему успеха развивали разные авторы, как они ее объясняли. И он говорит, что я исследовал все книги, содержащиеся в библиотеках в Соединенных Штатах Америки, по теме успеха, начиная с 1700, там, какого-то восьмидесятого года. То есть за несколько столетий всю литературу перелопатил. И он пишет, что «Я обнаружил очень интересную деталь, что вот это так называемое современное понимание успеха, что его можно достичь при помощи технологий разных. Ну, там, знаете, разные технологии бывают. Например, язык телодвижения – важно правильное движение делать, чтобы влиять на собеседника и добиться того, чего я хочу. Или такие новейшие технологии – это вот работа с мыслеформами, позитивное мышление, вот эти вот все аффирмации. Вы же делаете аффирмации? Поднимите руку, кто делает? Ну, вот, технологии такие». И вот он говорит, что вот эти вот вещи, такие приемчики, которые психологическая наука стала нарабатывать, чтобы человеку стать более успешным, они появились примерно с тридцатых годов двадцатого столетия. До этого, говорит, я в литературе не встретил такого. Везде авторы объясняют тему успеха с точки зрения развития характера. То есть, чтобы добиться успеха, развивай качество характера. Тогда ты получаешь то, к чему ты стремишься. Вот это называется этика характера. Стань успешным человеком внутри, как личность развивайся, а не просто стремись получить какой-то дешевый плод, сманипулировав чем-то. Но, начиная с тридцатых годов двадцатого столетия, по мере развития науки, психология начинает вырабатывать просто какие-то технические приемчики. Вот как что сделать, как о чем подумать, чтобы было то, что я хочу, без всякого изменения меня. Вот, кстати говоря, хочу ваше внимание обратить на то, что вот этот подход к успеху – это и есть вот эта самая гордыня, потому что, как мы с вами разобрали, гордыня, она хочет воздействовать на жизнь, ей технологии нужны. Она себя под сомнение не ставит. А иначе говоря, что она отвергает, она отвергает закон мира, что мир – это учитель, жизнь – это учитель. Мы с вами сюда пришли учениками. И все, что происходит в моей судьбе, эта жизнь обучает меня через эти обстоятельства. Это фундаментальный закон человеческой судьбы. И вот его гордыня отвергает. Почему? А потому что принять этот закон – это означает себя под сомнение поставить. У меня какие-то несовершенства есть. У меня несовершенства? Какие несовершенства? Вот тот, в ком несовершенство, и тот, кто рождает проблемы в моей жизни, на него нужно повоздействовать. Пожалуйста, обратите на него внимание. Итак, Стивен Кови вводит это понятие «возврат к этике успеха». Нам даются какие-то рубежи в жизни, которые нужно достичь, но их характером нужно достичь. Слышите? Воспитанием качеств характера, учеником. Потому что, если я к чему-то стремлюсь, и я чувствую, что это моя природа, мое предназначение реализоваться в этой сфере жизни, а этого нет, простите, это означает, что у вас внутренние препятствия есть, вот разные эти там какие-то ложные ценности, ложные убеждения. И, соответственно, не развита какая-то истинная основа. Вот с ней нужно начать работать. Это, собственно, то, что мы с вами и делали здесь, обратите внимание. Вот же она, простая технология, а это технология уважения к жизни. Слышите? Я сейчас не случайно эти слова использую, это просто уважение к жизни, что жизнь – это любящий учитель. Но еще раз, давайте посмотрим на мир, тут же все в гармонии в этом мире. Смотрите, невидимая сила все это поддерживает. Солнце, кстати говоря, все время на Востоке всходит. Замечали? Вот как не посмотришь, все время на Восходе. И как это у него получается? Вот вопрос интересный. И весна все время приходит. И как это у нее получается? И все эти растения опыляются насекомыми. Как это вот они сочетаются друг с другом так идеально? Кстати, в живой природе нет проблем одиночества. не замечено? Не замечено? Вы где-нибудь видели такую птицу? Вот сидит в лесу и… Брошенная. Нет нормальных партнеров в этом лесу. Ну все какие-то недостойные. Ну недостойные все какие-то. Как, есть такое? Кстати, безработицы тоже нет. Видели где-нибудь муравья безработного? Лежит такой под деревом. Ну чем заняться, а? Ведь все же очень гармонично. Ну дорогие, давайте мир заметим. Вы поймите, в мире действует эта невидимая сила гармонии. И когда трудности приходят в нашу жизнь те или иные, так это же эта сила гармонии нам что-то хочет показать. Изменись в чем-то. Начни работать с собой. Я хочу замечать много партнеров в этом мире, поэтому ладно. Я щелчил покупать, но вūра. Продолжение следует...